Общая проблема образования, которая проявляется в том числе и при использовании свободных программ. Это на самом деле недостаток высококвалифицированных кадров. Это то, что есть разрыв между преподавателями и людьми, которые занимаются реальными информационными технологиями. Да, фирмы приходят в образовательные учреждения, да, реальные разработчики преподают, но этого недостаточно, этого мало, и это проблема. Проблема разноплановая. Я бы выделил, наверное, два или три аспекта, которые реально могут повлиять. Первая тема — это то, что не хватает преподавателей, которые бы уже имели опыт работы с российскими открытыми образовательными системами, и в том числе, например, если мы будем говорить, это операционные среды Linux. Годами, десятилетиями везде шли подготовка их в среде Microsoft Windows, и это, конечно, влияет, потому что люди уже сложно переучиваются, поэтому вендор, я считаю, может и должен организовывать некие программы подготовки, переподготовки, ознакомления с операционными системами. Например, «Базальт СПО» организует так называемые авторизованные учебные центры, где готовятся преподаватели, которые могут затем передавать свои знания по работе с операционными средами. В принципе, преподаватель должен давать детям хотя бы две альтернативных вещи. То есть показывать, что мир не сосредоточен, например, только на одной операционной системе Windows, и если так посмотреть, на самом деле у нас доминируют три операционных системы. Все знают, что у нас есть macOS, OS X, так называемые, есть Windows и есть Linux различные версии, которые доминируют на настольных компьютерах. И дети это, по крайней мере, должны знать. Почему? Потому что при своей работе будущей, мы же учим будущих специалистов, они столкнутся с чем-то-либо из этого. Ученики, они очень быстро перестраиваются. Не надо думать, что Linux и Windows – это два разных мира. И здесь, скорее, вопрос в том, чтобы сделать максимально комфортным и эффективным переход именно для педагога. И, на мой взгляд, ничего сложного в том, чтобы вовлечь преподавателей в процесс работы над свободным программным спичем, ничего сложного нету, потому что на сегодняшний день основные инструменты открытой совместной разработки являются основным технологическим инструментом разработки вообще. Как разговор про гид, про командную работу, вот это все. Я очень надеюсь, что современное информационное общество с его абсолютно информационной связностью, в конце концов, втянет в себя таких людей, которые будут делать не бумажные книжки, а именно ресурсы, и ресурсы такие образовательно-информационные. Первая здесь задача – это поменять как-то идеологию, что мы используем не потому, что нас заставляют или у нас нет другого выбора, потому что это удобно и эффективно, это сокращает наши энергозатраты.